Значные работы по добропорадкованию у Хониках были проведены в 2010-м, когда город рельсовался до дня белорусского письменства. Но прошел час, и полные пытания возникают снова. Размова с наших проблем не идет, но когда население Хониках, когда около 13 тысяч человек, значит, здесь дойдется тема, которая некогда хвалю я. Проблема, которая воздумается, причастность первого важного участка особистых приемов Кировинского розыгрыша, устраняющих дорог, прием наместника Кировинского администрации президента Владимира Жовника не стал выключением. После Чарнобырской катастрофы все улицы Хониках зааспортовали, а потом пошли проводить газификацию населенного пункта. Увы, не к участку покрытия пошкодили. Ремонтные работы периодично проводились, а целиком проблема не выращена. Владимир Жовняк, який сам жил у Хониках до 16-го года взрослого, ведая об этом не по чутках. Там нельзя по дороге не ехать, ничего. Та же самая Котовская. Вы же там родились, вот малая родина, помогите нам. Если бы я себе трубы прокладывал. Уже про трубы выручили, дайте мне дорогу. Больше ничего не надо. По двух улицам, честное слово. Волоки раньше гремели по всем Хоникам, правильно? Не, ну они сейчас гремят, там едешь, гремишь. Там гремишь, да, да. Там, чтобы проехать после дождя, нужно знать фарватов. Нельзя сказать, что местовые улады, не ведая об огоченных людьми проблемах, они для их выращения просто не копают сродку. Хоть инший раз можно обойтись и излучайной тумачальной работой. В Хонинском районе она проводится с уместно райваконкамом и советом депутатов. До уже традиционных городчих линий и выездов информационных групп все это депутаты почали метанакированное наведывание вёсок с притягнением специалистов разных ведомств. Например, населённый пункт Дворища мы провели три встречи, потому что большой населённый пункт, и мы посмотрели, что если собирать населённый пункт отдельно в Доме культуры, люди меньше шли. А так мы охватили полным охватом весь населённый пункт. Три встречи с соответствующими службами. Результат, конечно, достойный. С этого населённого пункта на сегодняшний день нет ни одного обращения. Хотя есть такие целевые, которые мы решаем в течение месяца. Например, было обращение по установке дополнительно остановочного павильона. Некоторые пытания, за какими на приём до наместника-керунника администрации президента Владимира Жовника пришли из Жахар-Ихонинского района, уже оказались выраженными. У приватности Абруканкам принял решение по реконструкции в наступном годе районной больницы и поликлиники. Становшее решение, принятое по замене теплотрасс, прокладенных из азбестовых труб, на контроле, як из пятной воды. А вось просьба об обладательстве бассейна потребует деталёвого учения, на кольке он будет запотрабованный у населинства и як худка окупится. После закончения приёма Владимир Жовник означает, значительная частка людей пришла с пропановыми, які отличаются не их особисто, а усяго городом. Вопросы разные, проблемы разные. Безусловно, если проблема не решена на низшем уровне, люди идут в вышестоящие инстанции. Некоторые, пользуясь случаем, что приезжают выездные приёмы, проводят руководители республиканского уровня, они идут напрямую, не обращаясь в нежестоящие. При этом при рассмотрении вопроса они решаются, как правило, на местах, так или иначе. Вот, допустим, сегодня на приёме были люди, которые хотят нести изменения в законодательство. Безусловно, это уровень уже республиканский. Но отрадно то, что и сегодня приходили люди, которые пытаются решить вопросы, касающиеся районного центра. Не просто проблема, как таковая личная, а вопросы, которые связаны с благоустройством улиц, площадей. Вот это интересно, переживают за состояние районной больницы.